Всем привет! Это Ильин Сергей, он же Сереня из Гатчины. Я продолжаю пробовать игры под PlayStation VR. Настал черед вот такой Rise of Insanity. Восстание безумия. Написано, что это рейтинг у нее возрастной 12+, то есть особо страшно быть не должно. Да и по описанию написано, что это некий психоделический детектив, так написано, психоделический. Так, осматриваемся. Ну так, опять же, инди-игра чудес ждать не стоит, и технологических, и сюжетных. Не знаю, какие там отзывы у нее, рейтинги. Я просто тупо играю во все хорроры, доступные. Начинаю с самых, ну, плохих. Десерт сладенькое потом, напоследок. В самую последнюю очередь буду проходить самые топовые игры. А сейчас вот пока такое. Так, с небом. Ну, ну ничего так, статичная правда. Что тут у нас по настройкам? Что такое розыгрыш? Ну, я бы выбрал, надеюсь, тут нет озвучки, оставлю русский. Что такое хэдбоббинг? Назад по. Что такое по? Почему розыгрыш? Почему по? Почему не перевели боббинг? Графика. Такие вот настройки у меня есть. По или назад? По умолчанию, может? Так. Так, сконтроллер. Мувы тут не предполагаются. Интеракция. Перевод просто блеск. Быстрая походка. Это в смысле, ну, вот на что тут мне стрелочка показывает? На L1, на L2? Непонятно. Обратное вращение. Вот это интерпретировать бы. Ну, а я предполагаю, что что-то там свободное движение дает. Что-то... Ладно, сначала включу игру тогда. От обратного будем. Страшные картинки может вызвать внезапное нервное возбуждение. Мне нравится построение фразы. Чего там было написано? Держать их, чтобы пропустить? Но я пока не хочу. Я первый раз же играю. Чувство. Чувство. Возбудил. Или... Его фильм. Кто это? Кто я? Кто он? И зачем? Всё. Психоделический фильм. На вроде того, что в фильме «Звонок», который все смотрели. Про лестницу, сороконожку, колодец. Психоделый фильм. Продолжение следует. По лестницу. Под 돌린 фильмом. Психоделый фильм. Ну, окей, никаких у меня чувств не возбудил этот фильм. Блин, да чего же все эти VR-игры, хорроры от первого лица похожи друг на друга? Кроме некоторых, которыми я займусь несколько позже. Блин, я не хочу так вращаться по углам, я хочу свободные настройки, розыгрыш. Как бы это понять, что они имеют в виду? Вот офигенные настройки графики, я бы сказал. Тут должна быть, по идее, это яркость или какая-нибудь... Такс. Параметры. Я так полагаю, что надо сделать... Да, конечно, бред, конечно. Обратное движение. Ничего не понимаю. Вот немножечко так, я хочу. Альтернативное, что? А, альтернативное вращение. Я не знаю. Гуглом, что ли, переводили? Нет, проблема не решилась. Такс. Пробуем так. Ну, уже лучше. А, вот. И чувствительность вроде ничего. Ну, что можно? Да ё-моё, этот паркет в каждую игру пихает. Одинаковый. В основном эти одинаковые сэмплы, или как там называются у вас текстурки. Общая база свободных, бесплатных текстур. Такс. Что там ещё было-то? А, короче, если L2 жать, то я бегу. Значит, вот. Что у меня есть? Кнопки. А, крестовина. Ни одна кнопка не действует. А, вот такая есть кнопочка. R1. Он, что мне дают-то? Подцентрирует взгляд. То есть, какая-то калибровка. Я так понимаю. В общем, этой кнопкой я пользоваться не буду. Бегом буду. Инвенторий есть ли? Нету. Ничего нету. Кто я, где? Я не знаю. Что за доктор? Что тут за кляксы, которые психом показывают и говорят? Что вы тут видите? Такс. Ну, я буду всё осматривать. Типа... Так. VR работает. Как эффект? Крутой? Нет. Средний. Или ниже среднего? Нужно ли в этой игре открывать все шкафы? Будет ли тут скримеры? Будут ли тут... мурашки от ужаса? Не знаю. Не уверен. Да. Во всех играх такой паркет. Вот картины там всякие такие... стрёмные. Что такое? Темновато. Я бы тут... Этот не открывается. А... И не приседается. А как же я рассмотрю, что там? Блин, и уточки. Ну, ты что такое? Вы реально разработчики одной и той же базой текстур пользуетесь. Или там уже готовых предметов. Так. Главное... Это можно открыть? Это нельзя. Это можно? Это нельзя. Так. Ну, диван. Ну, лампа. Ну, окно. Так. Ну, стол. Клетка. Калькулятор. Семидесятые года. Семидесятые в описании написано. Семидесятые года. Это вы про меня. Это я. Стартаю всей этой херней. И чё, если я сейчас нажму, и ещё раз пойдёт то же самое? Ой, нет. Не пошло. Он исчез. Диктофончик. Но это не инвентарь. Он просто исчез. Так. Здесь не разобрать. Или можешь попытаться рискнуть. Ну, нет. Тут очень мутно. Даже если приблизить. Так. Это я, Эдвард? Этот вот. Чего? А, можно перевести. Но я не хочу. Интервью. Значит, диагноз. Пробуем новую терапию. Ждём результатов. Ну, да. Напоминает мне эта рука движок капкомовский. Re-engine. Кто в теме, тот поймёт. Ну, логотип движка, я имею в виду. Всё, можно уже из этой комнаты валить. Всё посмотрел. Так. Ну, миленько, но это не топ. Я ведь пробовал играть в резидента седьмого. Я ведь пробовал играть в Don't Knock Twice. Там графика тоже не блещет, но там так страшно. Пипец просто. Так я в клинике в какой-то, типа, я этот Эдвардс шизик. Место преступления, типа. Блин, надо немножечко... Слишком я погорячился относительно... Что такое обратное движение и обратное вращение? Даже знать не хочу. Везде какие-то вот этих хоррорах Индии под VR. Такие картины, типа... Нездоровые. Про ангелов, бесов. Даже женщин каких-то там... 16-го, 17-го века. Полемику. Продолжение следует... Я. Видимо. Не то отражается, вообще-то. Там какая-то страшная рожа. Здесь довольно-таки приличная. Да прям везде-то место преступления. Картины, что ли, просматривать? Да видел я эту картину. В других играх. Реально. Ну, сюда я выйти-то и не пытаюсь. Не дадут. Так, цветочки. Опять место преступления. Симфония, шкаф, ноты. Симфония безумия. Давайте ее сыграем. Я даже знаю, как ее играть. Такая... Из фильма Кальваир. Сцена, когда танцевали деревенщины, родники. Чем не симфония безумия. Так, сюда попозже. Ну, тут делать нечего. Везде место преступлений. Понятное дело. Ну, блин. Так, значит сюда. Ведь тут же нету... Я так понял. Но я уже говорил. 12 плюс, поэтому все будет прилично. А разработчики тем делом говорят... Нельзя, если у вас... Того. С головой. Играть. Так. Хочу фонарик. Или свечку. Ну, плохенький тут эффект VR. То ли разрешения не хватает, то ли текстуры бедноваты, то ли мыло вот на фоне. Я не вижу тут фотореализма ни разу. Кто мне это говорит? Хани. И кого я там убил или... Значит, это все-таки променяем. Раз дежурство. Так, надо выключить телик. Это кто? Сынок. Ну, и что должно... Микроволновка. Телевизор как микроволновка. Где у меня тут дверь или телефон? Идем на звук. Звук. Что за доктор, который меня тут держит? Или... Ну, я не знаю пока. Лучше не буду строить теории. А это что? Это уже я? Или это уже другие, чужие какие-то воспоминания? Другого человека? Ой, сколько текста. Или все-таки ничего, не знаю. Хорошо. Да. Оно мясо. Вот. в общем я крутой псих мне снится сон что я убиваю жену и ребенка которых у меня нет но убиваю собираюсь убить на просыпаюсь постоянно ну ладно идет у нас есть на полочках энциклопедия психиатрии это практика психиатрической психиатрической все причем копипейст одна и та же книга несколько раз эффект алкоголя то же самое что эффект наркотика да ну правда что ли алкоголь не поражает мозг нервной клетки не выпустят собаки из комнаты пока все не накопировали то книг одних до тех же конечно не должен это записочку прочитать patient edward 41 day september 11th patient has told me about his dreams where he tries to murder his wife and child as far as he said before he's a bachelor and he hasn't said anything about children it could be some traumatic memory from his childhood i have to get to know about it during our next meeting it is a harder case that i expected some symptoms indicate that the patient can possess multiple personality but these are only suspicions i have to ask my friend ну что-то он гонит этот доктор потому что это же сон они я же не хожу во сне я там сплю вижу сон причем тут множественное так вот я щас кто я вот этот 41 год эдвард или я уже доктор почему я в кабинете и должен в морг пойти он непонятно блин сейчас шлем не немножко не так прилегает с поудобнее сделаем по течим вот так отлично это что-то у нас про глаза про офтальмологию так у зрение может быть спасено ну 50 процентов младенцев рождающихся с сифилисом чего у них какое-то там зрение имперт пара имперт не знаю проконсультируйтесь опытным терапевтом что за какая его фамилия этой матери ребенка такая же как у меня не знаю не знаю а тут же еще бит бежать можно и забыл такс ну лекарства всякие аптечки такс тут у нас ничего бедненько так это скупо очень интерьер обставлен просто колонна незамысловатый потолок наверное морг внизу на на лифте надо ехать чуть такое спасите покрышки дебильная реклама мухи на дверь не открывается а нет вот тут мухи на тоже нифига интересно кстати посмотреть еще и тем трофеи за что тут выпадают но пока мне в принципе нравится хоть и графон оставляет лучшего желать эффект погружения в r тоже ну что-то тут есть вот игре такое интригующее шизовое неуправление сразу я въехал без мулов и все хорошо и по чувствительности какой у вас тут морг то стрёмный так кто я доктор час или это пациент вот абсолютно уродская ворона да если вспомнить из резиденты вилл 7 какая там ворона микроволновки которые я нахожу и там на земле лежала вообще супер детализированный как живая то есть мертв как мертвая вот здесь как-то это плохенько больше на психушку похоже нежели на морг значит здесь закрыто да такс не знаю никакого кода но сейчас узнаю и такой паровозик ну ок а это а это как пить да час будет тут код с этой стран нет не угадал но хорошо как я узнаю код на паровозике написано не а а вот на стене там надпись как эти ключ к ее сердцу расположен где твое путешествие начин а написано же где мое путешествие начинается ну не понял ваш намек ну я не вздрогнул если вы об этом ну и на какой этаж я сейчас поднимаюсь или я был в блоке каком-то сейчас не в морге или на кнопку я сейчас нажал и куда поехал ну тут есть только два варианта ой ну мурашки пробежали да значит все верно значит нужно здесь искать где-то код трехзначный только где начинается мое путешествие и будет ли она долгим интересным насколько эта игра часов рассчитана тоже не не знаю пока так ищем тут это намеки на трехзначный код проверить в комнате 6 зрение свое на был я уже там вроде бы по моему было все сложно в шкафчике нормально такс такс 0 99 вижу но 629 как какая тут в этой игре система выгрузок тут что авто сейф или что-то такое там вдалеке непонятно я нет показался кто-то там меня пытается напугать ну как вам у него непонятно как переключиться а вот ну вот брам строк трофей выпал морг ну ладно понятно морг значит это должно быть темно и свет мерцать иначе не морг так просто непонятно кто я непонятно врач или пациент даже трупа нету просто не похоже что там тело лежит то есть как-то неправдоподобно так что тут нет сходства кого с кем блин ну ладно страшно но не очень сильно темно нафиг а кров кровавый вот это было страшно мурашки мурашки да это хорошо и загрузка пошла такс но но почему 12 плюс тогда должно быть уже 18 по я так полагаю и морг был и скример и тетка страшная видимо жена мать моя убитая мной если была жена вообще если не я ее придумал так но это типа шлем vr и ворона и типа стрелочка и что это может означать ой то есть это я лечу типа я ворона в каком-то я чё делать то могу я часов так я не понял надо надо было башкой крутить что ли чтобы управлять это была подсказка да такая вот и может быть это связано еще блин а где где это не помню так ну и где там была какая-то бабл хэд что-то такое ну что она не доступна только из главного меню здесь уже нельзя ну ладно буду играть по вашим правилам пробовать всякое по натуре резидентского резидентовский логотип движка при инжин ну вот я хорошо буду крутить головой никуда я буду крутить туда я буду лететь ну вот тут хороший 3d эффект я ровский хороший нравится ощущается высота вот я реально несколько метров над землей так сам я вернулся в реальность уже есть комната есть телефон надо ответить ты контролова химму теперь я локация сменилась я не понимаю тут нет четкой четкого понимания кто я в каких местах и почему то есть ну может со временем будет понятно пока не понятно ну вот я в саду цветочки не неправдоподобные но лепестки там воздухе это ладно ночь фонарика нет ночь так куда можно идти ну вот тут есть дорожечка тут что я тоже есть плен развил кем так а там куда вело я не хочу ничего нибудь интересненькое пробежать пропустить так здесь у нас есть типа замок и окурки вот там шорохи скрипы здесь же блин темно нифига непонятно какие-то звуки как нож точат такс ну а значит кто я и почему я здесь не должен быть какие-то тут у нас кирпичи что ключ который открывает замок очевидно так еще кирпичи а здесь небось тупик и темнота дерево не фотореалистичная тупик так ну как бы вам сказать короче надо бежать назад по этой длинной дорожке ну я так это не вздрогнул но мурашки пробежали немножечко люблю я такой щекотание своих нервов люблю я хорроры больше всего почему шаги как будто не по плитке ступаю а с эхом как будто там железный пол какой-то и инвентурия то и не было просто у меня был ключ и он сам там все сын семилетний мяч не интерактивный так но здесь у нас здесь у нас что же тут есть записывал к но и и и и и и и и и Спать, если не спать, день, то нифига не будет. Два. Ну, будет немножко неприятно, но нифига не будет тоже. А третий день по-любому вырубишься. Не бывает по-другому. Душью во сне. Ну как же тебя угораздило, если ты не существуешь. Кому бы позволил. Чё там? Куда идти? Громкий звук, но... Так. Телефон в саду. Оригинально. Кто? Где? Когда? И... Так. Просто непонятно. Из одной локации в другую кидает. Мне нужно из этих кусочков составить какую-то там вывод сделать. Чё-то понять. Чё-то понять. Значит. Ну, это комната, очевидно, сына. Который рисует чего-то там на рисунках. Какую-то там злую тень. Которую он видит. А больше никто не видит. Потому что он псих. Типа вот такую, да? Да, лин. Иди нафиг. У меня был такой в детстве. Ой, что там код какой-то написан. А, нет. Просто имя. Теодор. На. Походу, знакомое место. Такс. Я поэтому дома всё ещё полутаю. Что-то там упало. Такс. А, ведь можно было подниматься раньше. Я оттуда спустился. Но нет. Сейчас нельзя. Чё это такое? Нет предохранителей. Ой. Ладно. Попозже сюда. Сначала посмотрю, что упало. Чё-то там джойстик завибрировал. Так. Что тут написано? Это, наверное, связано с этими предохранителями. Я уже шарился здесь. А, исчезла симфония безумия. Куда-то. А, здесь можно? Или сюда уже никак? Нет. Темно. Пробки отруб... Ну, тут же свет есть. Ладно. Тогда я... Тогда я... Что я? Сюда, видимо... Ой, тут всё плохо. В каком-то злом тумане. И чё это было? Блин, надо было в подвал вывалить, где... Нет предохранителей, чтобы в подвале их, что ли, найти. А вот сейчас что случилось? Меня убили или... Не знаю. Я без понятия. Да. Я думаю, что меня убили. Прикиньте. Мне зачлось, что я читал тут записулю. Я просто пока ещё не освоился немножко. Просто, видимо, чтобы получить в этой игре платину. Если. Нужно будет выполнить трофей, где все записульки прочитать. И нужно понимать. Если меня убивают, читать их там повторно. Или мне это зачитывается. Так. Тут у нас злой туман. Который меня убивает. Поэтому идём сюда. Что такое? Абсолютно ненужная записулька. Ни на чём я её закрыл. Ну чё-то чё такое. Так. Подвал. Подвал. Просторный. Я не понимаю, что тут написано. Это точка или что? Перевод-то не предусматривается. Какие-то вот комнаты просто пустые. Опять эта уточка. Сейчас я её трону. Она запищит, да ведь? То есть нет. Я её положу, она запищит. Видимо, это тоже коллектаблс такой. Все уточки собрать, пискнуть и мне трофей выпадать. Это чё? Это мне подсказка какая-то, видимо. Смысл, который я пока ещё не понимаю. Так. 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 Диносауру. Велоцираптор. Паук. Ну чё я с тобой могу сделать паук? Почему ты белый? Белый паук. Теперь дыхаем. Неправдоподобно. Так. У нас тут тёмный уголок, походу. В котором есть... Что-то на полу. Доктор-псих. Какие-то фильмы дебильные, вот которые мне показывал, он придумал. От которого пациенты ещё более сходят с ума. Причём, кстати, все... Вороны и рисунки. Вот же это самый выход мой наверх, я так понимаю, да? Что-то... Я как-то немножко, я понял рисунок, но я не понял, что меняется, когда я кручу вентиль. А, белым, чтобы, ага, белым, белым сюда-сюда, это значит туда. Или я не так запомнил. Значит, эти лево-вправо на себя смотрят, а эти вверх-вниз. Ну, эти на себя смотрят, а эти, ну я все правильно сделал, а фигля. Лево-вправо смотрят на себя. А эти вверх и вниз. Ну и вот на себя, белым на себя, этот вверх, этот вниз. Может вы имеете ввиду немножко не так? Трофей выпал, да. Странновато, но да. Пойдем ставим предохранителем. Че так медленно поднимаешься? Ну и что изменилось-то? Свет появился? Или я вставил предохранители и свет погас? Это было логично. Ну, туман исчез хотя бы. Темная сущность. Это у нас еще один диктофон. 41, taking some pieces of advice from my friend Abraham, I established that Eddie suffers from a very mild split personality disorder. The other personality hasn't shown yet, and hasn't taken him under control. There are only problems with memory and mild ticks. I have to think about the kind of therapy I will apply. Понятно. Это чё такое? Мысль 1940 Чего? Хрень какая-то Кто такой Стивен? Кто такой Эдди? В менюшке подсмотрел сейчас трофеи какие там есть Ну, да, там уточек собирает, детские рисунки сына Типа вот такого И потом армор, ну, там он любил, видимо, играть в рыцарей Щит да меч, такого типа А, посмотреть киношку, вот эту психоделичную И трофей называется The Ring Звонок Именно о чём я и говорил, когда увидел первый раз этот фильм Так называемый этого доктора Звонок, конечно же Ну и там Всего 12 трофеев, два я уже выбил Найти все записульки Что-то там ещё сюжетные Или не послушать жену, куда-то там пойти Или там закончить второй, первый уровень Так, чтобы тебя не избили Что бы это ни означало Ну, пока у меня ни малейшего представления нет Чем всё это обернётся Ну не ахти-то вот этот эффект VR присутствия Не ахти Я не вижу эту раковину настоящей Так Нет Где заиграла мелодия, не понимаю Нам Текст Фигурки Значит их Ой А где рисунок смотрел? Здесь, да? Одного я нашёл, ещё две осталось Не пройти Слишком толстый Не Сюда Не сюда И не сюда Дайдан так я только одну фигурку нашел это нормально ну и куда мы едем какой там блок б а бак трекинг бак треки бак треки бак треки мухи уже не жужжат штулы прокинут здесь у нас кто-то опять сложился лекарство назад ну как так такс понятно ножом во время сна задушен и кода тут уже нет 629 что ли был такс ну у меня тут новая записулька и новый диктофон и кто вы кто и стивен patient 41 day having acquainted with the traumatic and his past life violence in the family and pathology i've decided that i will use a less invasive method of treatment we can handle without hypnosis the confrontation with the past and dreams connected with some mild anxiolytics should be enough anxiolytics i think that finishing the dream so killing the wife and child can join his split cells all we need to do is wait and observe интересно что там это скрипит мне беспокоит что я не нашел эти фигурки еще две я их пропустил или так и так и надо нет мухи летают я ошибся все еще летают что там скрипнуло то ну психиатр ну да а чё распространение сифилиса и гонории так ну можно туда идти и туп 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 гравь принципе хорошее сказал но не отличная далеко не куда это я притоку туда же откуда они откуда-то значит это полагает первый этаж то был 2 лифт в морг ехала морг где в подвале по идее не очень понятно пока прикольно дверь без ручек входная большому счету копипейст это все так нет да потом современная психиатрия люблю я все игры фильмы про шизу и что пострашнее чтобы пожестче чтоб кроваве не страшно почему зеркала в зеркалах ничего не отражается так в лучших традициях резиденты вела сайлент хилл будем открывать туалеты на эти шли уточку коллекта был так кто там кто там занял не знаю так душ душ неприятно он нашел вторую фигурку отличненько крипово они показался так ну там еще у нас кабинет был да здесь кабинет в кабинете столовая что я убил семью психиатра который меня лечит так что ли почему почему мне этого снилось что это моя жена с ребенком я не понимаю так с ну понятно хрень то так тут у нас эти фигурка я не испугался что-то должно произойти должен открыться доступ к какому-нибудь местечку так немножечко погас свет тут все то же самое сюда по прежнему нельзя так и было лифты вроде не работают а кровавый дождь вернулся мне не страшно мне страшно ой я псих меня психушки везут на я сам еду надо вертеть башкой чтобы нет не надо ой быстро 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 сейчас меня вам у меня хороший вестибуляр на меня не укачает ну опять пошел дождь кровавый куда же я приеду то в конце куда все это вырулит ой я лечу я ворона так я куда-то тут я трофей выпал телефон звонит ну окей опять я в саду ночном наконец-то дали мне фонарик который мы прикрепили к башке моей так есть ход туда есть хоть сюда куда пойдем значит ну си колодец почему синее дно у него трофей дали какой-то за то что много дверей уже открыл за игру за за это что кто дышит дарт вейдер но совсем не натурально ну такая машина мы мультяшная просто безобразно сделано ну я наверно сюда щас не пойду вода дед дед какой-то и хрен знает кто не хочу пока не хочу пока погуляем себе так ой так сейчас посмотрю я отсюда появился пошел вот этот на свечка это был путь налево это был путь прямо допустим путь прямо такс ну блин ну куда идти например сюда так виллы окурки небольшая комнатка такс что это у нас чтоб машину завести оголенные провода там слатать или что ну я этого чувака уже видел в принципе вроде в морге он там мелькнул ладно идем к машине к фургончику и дышащему деду пробуем провода замотать трофей собственно зачем дед замолчал что-то я его убил прежде времени не знаю блин а мог бы схватить себе там эффект какой-нибудь скримерный но нет мышь с ключиком а зачем в теплице похоронен зачем не знаю и видимо 5 в усадьбе психологом психологом психиатр натуральный психиатр психолог это совсем другое куда делим и фонарик гады забрали фонарик трофей дали за то что я попытался второй раз выключить телевизор дали трофей так и телефон что-то вдруг это заткнулся короче так ч так открылся проход на второй так здесь здесь а был ли тут может что не пойму вроде нет не прощающий не прощающие вороны психология животных каждый и каждое утро два ворона мысли и память отобразятся однажды в полете над миром а ну да трофей на я походу уже по половину трофеев этой игры выбил молодец я там четырнадцать я всем уже выдал так уточка уточка подвал можно туда или сейчас нельзя ну чё это это что сапоги какие-то а вот и как бы можно но нельзя не идется вы темно велончельки играют лечащие психолог не правильно никого не психолог и ну и как мне там взять в эту записулю так что чё Субтитры сделал DimaTorzok Why him? Why... Why him? I don't know. I don't know. Weird case. Weird. Weird case. Ой, это я уже брал. Сейчас мне что-нибудь там испугать попытаются или что-то откроется. Какая-нибудь дверь. Ну, типа того. Ну, конечно. Загрузка. Так, что-то я поплыл. Да, играется симфония безумия, скорее всего. Субтитры сделал DimaTorzok Так, короче, это... В понедельник я появился. Во вторник... Я уже не помню, короче... Настали снится кошмары. Я обратился к доктору. И доктор мне помог кошмары обратить в жизнь. Какая-то хрехрень. Он не был. Он не был. У-у-у-у... И полетел вниз я... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Так. Такой глюк, а. Ну, ты видел я такую записулю, но... Абсолютно такую же. Такс. Тут ничего нету. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Диана. мы тут записку я читал тоже эм... ранее Безумный чай. Чё это такое? Кто кого принош... Что ещё раз прочитаю? Стивен, это психиатр. Ну и что, подумаешь, в три года учить читать? Я тоже учил читать в три года Полину, и что? Да блин, это... Тоже было уже всё. Почему записки повторяются? Ммм, знакомый эффект. В бесконечный коридор. В стиле матрицы. Можно сказать... Ой, лифт? Что это? Ээээ... Назад идти. Назад. Её, куда идти-то? Всё, я заперт. И тут, и там, и там, и тут. Ээээ... О... Оти. А это уже в стиле... Ну, я не знаю... В стиле загрузки Ассасин's Creed. Вот, я бы сказал. Шаза, шаза, шазам. Эээ... Всё. Загрузка. Ну, такс. Такс. Я опять в этом особнике. Стивен, это психиатр, это я уже понял. То есть... Ванна, ванна, ну... Так-с. Ну, а зачем мне ванну? Жена зовет ванну. Совместный душ. Ну, а я тут был? Или не был еще? Ну, это все по поводу, что нельзя ребенка в три года учить читать. Какая-то хренатень. Очень даже можно и нужно, я бы сказал. Английскому уже, блин, в три года начинают учить. Тут баррикада. Тут, скорее всего, тоже нет. Так, сноу. Все то же самое. Бэктрекинг, бэктрекинг. Те же двери были забаррикадированы вроде. Такой лютый гром стоит. Так, знакомая комната. Одеяло, она сказала. Че? Че это такое? Я не вижу, что это, но это замок. Сундук с замком. Так, а где одеяло взять? А если я не возьму? Спальня. 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 Это спальня? Ну, вроде кровать-то есть, значит спальня. И ни хрена не вижу. Ну, вот одеяло. Типа есть она у меня. Читал. Такс. Тридцать ударов ножом. Тридцать ударов. Тридцать ударов ножом. Ну. Двенадцать плюс. Сисек не будет. Пошел я из ванной. Пошел я из ванной. Пошел я из ванной. Пошел я из ванной. Короче, я вроде начинаю понимать. Я спал с его женой. Этого психиатра, который меня нанял для работы в саду. Вот. И я все равно... Нет, я ничего не понимаю. Все равно ничего не понимаю. Так. Так. Я стою в моих родственных домах с Тедди. Так, here we go again. Мы без комментариев пока эту записку. Так, диктофон может привести к смене локаций, поэтому я оставлю пока его тут нифига. Тут кабинет офтальмологический, тут скорее всего тоже нифига. Так, диктофон. Ну, проектор я пока запускать не стану, послушаю, что тут записано. Трофей выпал. Так, тут я ничего не знаю, давайте проектор включим. Посмотрим до конца психоделичный фильм, получим трофей. Насколько я могу судить или... Не, нифига не получается, почему-то электричества нет или... Плёнки нет, плёнки нет. Плёнка под замком, наверное. Лифт, лифт теперь появился. Значит, едем опять в морг. Куда ж ещё? Конечно, в морг. Ну вот. Всё те же места. Я даже испугаться не успел, даже не сообразил, что это такое выскочило. О, задачка, что ли? Так. В чём суть задачки? Пока не ясно. Так. Что тут? Что? Что? А, ничего. Совершенно. Тут нет. Не тут. Значит, ищем здесь. Чей-то утка? Нет. Это лампочка. Ну, ладно. Взял лампочку. Эм... 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 Так, я чё-то... А! Ну да. Ну... Меня такая шиза не испугает. Что же, что же, что же, что же ты должен здесь сделать? Решить ту задачку. Ну... Неочевидную. И... Так, ладно. Так... Ну... Это в последнюю очередь нажать. Нажало эту, да? Нажало эту... Нажало эту... Нажало эту... Нажало эту... Немножко не ясно. потом эту нет сначала этом сначала это потом правую нет неправильно значит этот первый потом это неправильно это первый ой я не хотел она сама получилось как-то ключ как мне это получилось я не знаю просто получилось а где был замок а где был проектор так я уже немножечко потерялся ну теперь ты все здесь сделал то есть можно валить наверно проектор был этажом выше ну типа где-то там тут короче что-то мешают локации одну с другой и немножко теряешься вот тут типа пленка наверное че только у тебя бренда заткнись но как же ой я испугался и не испугался я не ожидал просто все развалина нигде чё надо сделать то не знаю я бой отчеток собака даже глаза закрыл на секунду ну страшно да ну если бы это было не vr был бы не страшно тут срабатывает тема так чё будет дальше долго до конца нет это и так играя можно сказать запоем не натурально не настоящий небо фиолетовая листва уж слишком кислотная текстуры неправдоподобные не не верю так от типа я садовник я работаю этого психиатра занимаюсь саду него есть жена сын сына он там хочет гением сделать интеллектуальным опыт проводит жену я трахаю скорее всего эффект vr плохой плохой эффект вот так мультяшный я люблю фотореализм если все игры vr были вот такие как вот сейчас я бы даже не позарился на этот шлем такс но тут есть у нас такая вот беседочка ну вот и тут есть болтарез в стиле пире где же еще был болтарез недавно и она в медиуме блогер тимовском то очень полезная штука болтарез было было а и 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 слишком слишком кислотные цвета слишком простые текстурки слишком так кстати еще не говорил в этой игре но вот музыкальное сопровождение очень даже достойное сейчас и в других моментах ну вот визуально бедным пикничок не интерактивным физики нет озеро чисто черное небо фиолетовая чё я тут должен понять чего-чего через секунду не дотрах ну чё ты там еще там сделать должен не без слов взять одну ну пусть хотя бы одну или второе тоже надо тут заморочиться найти так мув то у меня нет сам поплывешь точнее мувы есть но они тут не поддерживаются нафига тебе весло положила вот так на донышко и сам поехал нормально так куда поехал кто зачем ну какой временной отрезок или мув 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 опять мув Продолжение следует... 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 так я уж че-то немножко не въедет не уезжаю откуда и куда блин запутался собака запутался а так здесь нас замок здесь нифига здесь камеры из камеры здесь ничьи к здесь комната здесь комната с другой стороны тут еще не был так и не знаю но сначала надо повернуть по часовой не знаю сколько делений не могу понять потом против часовой до x а потом по часовой до x а если честно я не понял ой азбука мурзе так 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 и так это что ну а где тут x какой x а я и уже не в ту сторону поворачивать сначала надо было сначала надо было по часовой до какого икса что-то я не пойму вот я верчу верчу против я пытаюсь левый стик и вот я верчу по часовой пытаюсь против и хоба нет меня выбрасывает и не понимать не понимать но это же ведь игрушка тут не могут быть какие-то такие супер сложные секреты ну вот написано по часовой против и по ну я не могу даже повернув немножко по часовой и до какой цифры непонятно мне начать крутить против меня выбрасывает из режима набора так а это что такое у нас как можно интерпретировать ну суть понятна а радио есть радио ой надо понять что там она сказала так так вот интересно мне нравится задачка значит он сказал мне код из трех цифр давить первое три точки 2-1 3 точки 2-1 это первая цифра 3 значит первая цифра 3 третья цифра 2-1 2-1 3 точки 2-1 3 точки 3 2 7 3 2 7 я так понимаю ну не гений ли я так тем куда где-то был замок я уже не помню где-то был вот и и что но я не понимаю что не понимаю где звонит телефон а в камере был телефон открылись другие типа этой нет нас в этой был я вот все молодец я ну чё опять суд похож на здание суда а и Я хочу подключить репорт о моем клиенте инсанитии к доктору, а также репортации, которые сделаны доктору Дауэлл во время терапии. Мистер Эдвард, вы можете рассказать нам о связи с тобой и миссис Сузан Дауэлл, доктор Стивен Дауэлл, который пытался убирать тебя? Я хочу подключить документы от Сузан Дауэлл к доктору. Благодаря на этих документах, господин, а также на жюри могут узнать, что убийца была прегнана с преградом. Не-е-е, ребенка я заделал. Но это не сложно, на самом-то деле. Амбивалентные состояния. Ой, так что ж, что ж, чем все закончится? Это Санта-Барбара. Почему фамилию мою запикивают? Что у него такое... с шеей сзади? Так, что я все читал уже, блин? Тут я не влезу опять отвечать на звонок, блин, короче, где телефон на этот раз? Иду на звук. А это что за записулька? ЗВОНИТА. ЗВОНИТА. Читаю. Ммм, ну где я теперь на этот раз? Так, сколько я уже наиграл-то нафиг? Где-то 2 часа 20 минут, 2 часа 15, не знаю. Я хотел просто залпом пройти игру. Может спать стоит, лечь и... Да не, я думаю тут очень всё... А, сейчас по трофеям гляну. Гляну, там это 8 получилось, 14. Но учитывая то, что некоторые я, скорее всего, прошляплю при первом прохождении, второго не будет, потому как я не вижу мотивации. Игра норм для VR. Но я её не буду там задрачивать, вычищать суперски на 100% и перепроходить всякие. Второй раз точно не буду. Так, ну вот что тут есть. И где вообще? Какие-то уж помещения такие просторные, пустые, белые стены, ровные углы. Ничего такого изобретательного, дизайнерского тут нету. То есть... Что это за записка? Это газета или... Что их убил этот психиатр, а не... Ну зачем я открыл-то? Ну вот зачем? Зачем я открыл? Зачем закрыл? Какой смысл? Так... Так... Ну и что надо? Ой, я отсюда пришёл, что ли? Я... Немножко... Так, хорошо. Так, хорошо. О, киношку покажет нам, за которую, если посмотришь всю этот трофей. Это я уже прочитал про этот трофей. Главное не отворачиваться, смотреть до конца. Да? Да? У нас в отношениях началась отзываясь. Степен меня тратил как лоджер. Умоленый человек, с которым он жил, потому что это был интересный. И я... Я начинал жить на памяти и проекциях, которые были так красивые в голове. Так perfect. Степен был в них, как лет назад, как когда мы переехали в нашу новую комнату, и мы планировали сделать большой дом, только для нас. Эти помними мне сильнее, помогли мне survive, и ждать на сегодняшний день с надежностью. Первое время я думал, что... может, я только мечтал, или прочитал про него вновь структуру. Он пришел к мне как раньше, смиря, счастливее, с яркими в глаза. Смирные ситуации повторялись в следующих недель, и я, вместо того чтобы посмотреть на свой source, ждал до того, чтобы мой любимый Степен вернулся, просто для того, чтобы чувствовать как раньше, как лет назад. В начале нашего отношения, Степен often рассказывал мне интересные вещи из психологии. во время его исследования, он встретил с ситуацией с пациентами с разными личностями. Я помню это дело, потому что это было очень интересным. Так много различных личностей в один cuerpo, которые отличаются в IQ, вероятности, таланты, и даже в качестве зрения. Я помню это, чтобы встретиться с Эдди, его вторая личность. Чтобы чувствовать счастливее, только за несколько минут, чтобы выполнить мои мечты. И, конечно, мы часто встретились в деревне. Сегодня, я снова поговорил с Эдди. Он в очень плохом состоянии. Терапия Степен началась даже застать его, он говорит. что-то это немножко меня озадачило. Или я не так все интерпретировал, что... Во-первых, мне не дали трофей. Наверное, это был не тот фильм. А потом что-то там речь шла о том, что... Эдди это одна... из личности Стивена. Короче, я ничего не понял. Уберите стул. Главное, зачем в этой игре... Утя. Зачем в этой игре реализована функция бега? Ни разу я не воспользовался. О-ой-ой-ой-ой.. Все меняется. собачка нет не собачка ребенок так идет от нас это что это что колбасит меня как а но все равно это не пугали автор это что психоделично страшно резко эпилепсия припадки нервные что-то еще не упомянули да ну да не light игрушка и не хоррор даже в принципе до детектив чека психоделий некоторые но ой но тут уже окончательный глюк пошел пофиг прусь вперед могу бежать даже не бежать не буду песен вырубили стипа уже я думаю финал я думаю что финал ну и м и и и и и и и Я прям таки пророк, только я ничего не понял. Я ничего не понял. Вот так. Ну и типа что? Вердикт? Какой вердикт? Во сколько мне эта игра обошлась на скидках, когда я ее брал? Я не помню. Сколько она стоит сейчас? Я тоже не могу посмотреть, потому что она уже куплена. И во сколько бы я ее оценил для покупки, чтобы было не жалко. 200 рублей максимум. Вот так. Поставлю ей по баллам 5 из 10. Потому что, ну да, может 4, ну не-не, пусть 5. Старались, ведь, а? И много удачных есть моментов было. Платину выбивать не буду. Не тот случай. Вот таким вот образом. Че продолжать? В менюшку, чтобы выйти, что ли? Вот такая вот игра. Rise of Insanity VR для PlayStation. И это был Ильин Сергей, он же Серене, из Гатчиной. Ставьте лайки, подписывайтесь. Смотрите другие мои прохождения. Обзоры на киноновинки и прочее-прочее. До скорых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...